Сейчас, секунду, пока вы пишете, я как раз заканчиваю последние штрихи по загрузке слайдов. Вот они уже готовы почти. Так, есть, есть, я смотрю, есть сложность. Так вот, хотели бы вы сегодня узнать, как эти цели... А, вот еще там, доставите цели по всяким, по книжкам, по всяким правилам, по методикам, они не сбываются. То есть, тоже, да, это знакомо. Хотели бы вы сегодня узнать, как эти цели надо ставить? Ну, наверное, я так сформулирую. Как их надо ставить так, чтобы достигать? Или как их ставить и как их достигать? И вообще, как с этими целями работать? Кому интересно? Вот, есть, да, отлично. Вот я с этой темой и с этим интересным вопросом. Вопросом, когда мы добиваемся то, ради чего мы пришли. ради того, чего мы делаем каждый день, каждый час, каждую минуту, да, благодаря, вместе сотрудничеству с компанией Арифлейм. И я с удовольствием хочу представить Светлану Калиеву. Это бриллиантовый директор, топ-лидер компании Арифлейм Россия, которая, ну, ее личный пример показывает, что этот человек умеет или знает какие-то секреты по тому, как ставить цель и как ее достигать. И поэтому давайте сейчас все вместе поприветствуем Светлану. Она уже в прямом эфире. Поддержите ее, потому что для нее это тоже такое большое и волнительное выступление на такую аудиторию в таком формате. Светлана, я вас подключаю. Вот вас, сейчас секундочку, должно быть сейчас уже видно участникам. Да, есть. И буквально, пока вы представляетесь и знакомьтесь с участниками, я подключаю слайды и жду вашей команды, чтобы их уже показать. Итак, вас слышно? А, нет, вас видно. Сейчас должно быть. Попробуйте нажать, где там ваша поддержка. Во, микрофон. Ну-ка, скажите пару слов. Добрый вечер, дорогие партнеры. Все, отлично слышно. Так, начинаем? Да, да, начинаем. Хорошо. Добрый вечер, дорогие партнеры. Я очень рада всех вас приветствовать. Огромное вам спасибо за ваши теплые слова, за приветствие. И действительно, вы огромные молодцы, потому что уже время, да, и все-таки, тем не менее, вы здесь, вам, вы хотите чего-то в этой жизни достичь, вы хотите учиться, получать знания. Это классно, здорово. И огромное уважение вам за это. И первым, как все, наверное, начинаем, да, я хочу рассказать свою историю. Моя история прихода в компании Арифлейн. Это началось в 1997 году. О компании Арифлейн я узнала из уст молодого мужчины, который мне рассказывал о компании. Сначала я по объявлению пришла, и он мне рассказывал о компании, сидя в своей машине. Знаете, это, наверное, было знаково, потому что мне не свойственно было, честно говоря, даже сейчас задаюсь вопросом, пошла бы я сейчас слушать кого-нибудь в чьей-нибудь машине. Но, тем не менее, было так, и это было судьбоносно. И это был мой будущий спонсор Сергей Семенов. И, знаете, он о компании рассказывал. Для него это тоже было новое. И вот я очень хорошо помню, что о компании рассказывал он очень сумбурно. Он говорил очень много информации. Но самое главное, как он это говорил. Он это говорил с таким энтузиазмом, задором, что, вот честно говорю, я практически ничего не поняла из того, что он говорил и рассказывал. Самое главное, я запомнила, что это косметика, и второе – это деньги. Косметика я всегда очень любила, а деньги меня интересовали. Потому что на том этапе я уже сидела дома со своим первоклассником, потому что перед этим работала замом главного бухгалтера, потому что по специальности я бухгалтер. И у меня были мысли в голове, что мне необходимо найти какую-то работу, чтобы это был не полный рабочий день, но тем не менее, чтобы действительно была возможность поддержать ребенка и при этом, конечно, помочь своей семье, чтобы как-то немножко улучшить денежные вопросы. Потому что это было очень-очень важно для нас, для нашей семьи в тот момент. Итак, значит, о компании мне Сергей рассказал, очень сумбурно, но тем не менее. Тогда был интересный момент, что в компанию можно было в течение месяца регистрировать ограниченное количество консультантов. По-моему, не более 10 человек. Что я сделала первым делом? Я пошла домой и начала советоваться со своими родными. И, знаете, это была самая грубейшая ошибка, это, наверное, то, что делают абсолютно многие, и с этим многие наверняка столкнулись. И первая реакция моих родных и близких была, мамочка мне сказала, Свет, ты сошла с ума, у тебя ничего не получится, ты не умеешь продавать, это не твое. В общем, меня никто не поддержал. Мне было очень интересно, мне это понравилось, но я не решилась. И я всегда говорю, что Богом было дано сверху, что мне предоставился этот шанс еще раз, тем более, что Сергей меня, когда я ему отказала, он не сильно беспокоил, потому что у него было огромное количество желающих на тот момент. И вот второй раз я еще раз пришла в компанию, но об этой компании мне уже рассказывала молодая женщина, знаете, насколько судьбоносна. Это была его жена. И когда она рассказывала, я смотрела на людей уже в сервисном центре, потому что к этому времени уже полгода работал сервисный центр, уже были результаты у людей, уже были достижения. И я смотрела на этих людей, и меня просто вот чисто человеческий заело. У меня был один вопрос, почему у них получается, а у меня не получится. Это было решающим, судьбоносным, потому что, как я часто повторяю, когда женщина что-то смяшется в голову, она обязательно это сделает. Потому что после этого я пришла домой и сказала, что больше я никого ничего не спрашиваю, я буду пробовать. Итак, это было очень интересно, это было очень ново, потому что для начала, конечно, я явилась самым главным потребителем для себя, но мне очень быстро стали объяснять и рассказывать мои спонсоры, что это бизнес, что здесь действительно деньги, в общем-то, не в этом состоят, что нужно работать с людьми, что нужно приглашать людей. И, знаете, мой первый самый опыт, еще ничего не умею, практически не очень сильно много что зная, меня научили таким образом, что нужно сразу же ехать, ехать в другой город, в другой регион, и там строить свой бизнес. Честно говоря, сейчас очень сложно понять, почему в другой регион, почему не в своем городе. Ну, вот так меня научили, и я была очень послушным консультантом, да, и я сразу же, как сказали, так я и начала делать. И вот я поехала в другой регион, мне было всего лишь 6%, я приехала в город Киров. На тот момент в городе Кирова у меня не было ни знакомых, ни родных, ни близких. Но у нас приехал целый такой десант, мы высадились, да, из поезда, и мы сняли квартиру, мы сняли офис, мы начали очень активно работать. Это было очень активное время, очень много уроков я получила в этот период, много для себя сделала определенных выводов, это было классно, здорово и очень интересно. Но я прошла, знаете, вот тогда такую боевую учебу боем, то есть я училась, я переучилась, я переделывала, и, знаете, на тот период мы буквально автобусами возили людей из другого региона в Нижний Новгород, и люди приезжали. Очень много было казусных интересных ситуаций, когда, знаете, у нас была очень интересная ситуация, когда вечером буквально звонит молодая девушка и говорит, вот я, а мы в таком азарте, мы знаем, что на следующий день у нас уезжает автобус, и мы сразу же не очень сильно ее о чем-то расспрашивали, и мы ей сразу же говорим, так, завтра выйти к Сталькита, Сталькита, при себе иметь паспорт, все, автобус выходит в отстойку. Знаете, самое удивительное было то, когда эта девушка к нам пришла утром, и стоит такая скромная с молодым человеком, и мы ее спрашиваем, вы кто, что, она говорит, ну вот я вчера звонила, мне сказали, что вот надо прийти, мы говорим, а что вы собираетесь, вы знаете, куда вы, что вы, знаете, самое интересное, она ничего не знала, ничего не поняла, да, но вот пришлось, и она поехала в Нижний Новгород, и пришлось ей по дороге объяснять, куда она попала, что она будет иметь, что она получит. Это был очень интересный опыт, ну, в общем, наверное, такие вещи уже не повторяются, но вот это вот уже моя история, наша история, через которую мы прошли. И так в компании разные этапы, разные истории, вот это было таким образом. и так, ну, хотел бы я сейчас вас еще познакомить с моей семьей, сейчас первый слайд, наверное, там у нас, да, получается, слайды можно включить. Мой муж, я бы хотела первым делом еще раз познакомиться со своим мужем, да, мой муж, это моя опора, это моя защита, это надежное плечо, и он недавно у нас с ним, был 37-летний юбилей, вот так столько мы лет вместе прожили, и вот так мы выглядели 37 лет назад, там следующие слайды можно, и, но при этом, это надежда и опора является сейчас и в бизнесе, потому что Сергей очень активно принимает участие, это директор компании Reflay, на первых этапах мы вместе с ним были на одном номере, но в 2010 году он сам принял решение и сказал, что хочет самостоятельно работать, и вот это было, в общем-то, его решение, это было очень здорово, и сейчас он проходит свои этапы и пытается работать в бизнесе, так как он видит сам, в общем-то, параллельно помогая очень сильно и активно. а следующий член моей семьи, это мои дети, ну, это наши совместные фотографии, где, вот, наши дети, и это дочь, наша дочь, вы знаете, мы очень часто называем, это наша пчелка, любя, потому что очень многое держится на ее плечах в нашем доме, и это очень активный лидер в моей структуре, она очень умело, очень классно выстраивает отношения со своими клиентами, со своими консультантами, она очень щепетильный в работе и очень творческий человек. Наш сын это в первую очередь наша техническая, моя техническая поддержка, без него как без рук, правда, сейчас он очень сильно пытается воспитывать меня, говоря о том, что, мам, ты все сама умеешь и все можешь сделать, но согласитесь, что чайникам иногда, в общем-то, достаточно выгодно быть. у меня, конечно, у него огромный потенциал и очень хотелось бы, чтобы он его использовал и хотелось бы, чтобы это было в компании Reflame, директором он у нас уже был, вот сейчас, конечно, зависит от него. Самое главное, конечно, вы согласитесь, я думаю, со мной о том, что самое главное для нас, для матерей, чтобы наши дети в первую очередь были счастливы, чтобы у них было полное поправление, попадание в их цели, поэтому выбор уже будет, конечно, за нами. И следующий член нашей семьи это наша внучка, это практически неумолкающая, очень добрая, очень ласковая и очень активная Лизавета. И самое интересное, у нас с ней такая некая особая связь, потому что мы с ней две хрюшки погодные, до рождения и обе раки по знаку зодиака. Поэтому это, наверное, все-таки не случайно. Вот. Так что, это наше путешествие, я думаю, ну, это один из предметов нашей гордости, да, естественно, то, что мы уже за весь период, когда побывали, бывали уже в компании, больше 25 стран мы посетили, это то, что мы очень любим, то, что нам очень нравится. Это следующий предмет моей гордости в компании, это сертификат на получение акций, и когда выступала Светлана Гелла, это топовые лидеры из моей структуры, огромный привет Светлане, было очень приятно, потому что в Монте-Карло мы получили вот такие сертификаты и акции мы получали вместе. То есть, и они с мужем, и мы были там. Поэтому это, в общем-то, очень классно, здорово, когда мы вместе со своими лидерами на одной волне. И так нашей гордостью, моей гордостью действительно еще является и моя команда, и в моей команде очень много лидеров, активных, позитивных. Конечно, каждая история, это яркий момент, это, об этом, наверное, нужно говорить отдельно, и хотелось бы, конечно, каждому уделить внимание, но сегодня у нас с вами немножечко другая задача и другая цель. Но еще последней, наверное, своей гордости я хочу сказать, что все-таки для нас это семейный бизнес, в этом бизнесе практически, вся моя семья, и еще в этом бизнесе и моя сестра, поэтому я думаю, что, наверное, многие из вас хотели бы, чтобы это было так, чтобы вместе с вами были все наши родные. Кому мы, в первую очередь, желаем добра. Спасибо. Что ж, итак, цель нашей сегодня, сегодняшнего вебинара, все-таки, как ставить и достигать цели. И давайте с вами немножечко начнем именно по теме. Вы знаете, я вообще очень люблю проводить всевозможные тесты, это несколько такой мой конек, я очень много этого делаю, и сейчас я вам предлагаю в первую очередь, давайте с вами проведем маленький, очень короткий тест, и я прошу, как все тесты, у меня к вам убедительная просьба, пожалуйста, пишите как можно быстрее, не очень думая, вот все, что вам приходит в голову, пишите, пожалуйста, ответы на эти три вопроса. Итак, это очень важно, четыре, не права, на эти четыре вопросы. Итак, кто ты, ты кто, куда ты и зачем ты на этой планете. замечательно, вот я уже вижу чат, классно, здорово, молодцы, у кого есть уже родные, близкие, рядом с вами, это действительно очень классно, здорово, это ваша гордость. Итак, я жду, что вы заполните ответы на этот тест, вы знаете, этот тест очень замечательный, потому что на этот тест можно давать ответы очень много-много раз, вы сами его можете делать несколько раз. И вы знаете, вы обратите внимание на то, что каждый раз ответы у вас будут разные. Вот спасибо, кто уже пишет, классно, здорово. Вот знаете, вот первых два, первых два момента, вот первых два вопроса, вот самые такие сейчас важные для нас, а для вас, конечно, все, все важны. Хорошо, вот первые два, то есть я человек, там женщина, мать, спасибо, спасибо, личность, спасибо большое. Почему важны первые два ответа? Потому что вы для себя можете немножечко понять, на данный момент все-таки, что у вас стоит в приоритетах. То есть, если первый, ответ на первые два вопроса, вы женщина, вы мать, то все-таки, в общем-то, в первую очередь, в данный момент у вас приоритеты именно направлены в эту сторону. И вам будет очень интересно, если вы этот тест будете проводить несколько, несколько раз. Итак, это вашу копилку, копилку, даю вам такую, вашу копилку, копилку познания, познания себя и познания ваших людей, потому что это то, с чем мы работаем и всегда будем работать, и нам это очень важно. Итак, сегодняшняя тема. Так, ставите достигатели. Казалось бы, вы знаете, эта тема, ну, достаточно, очень много о ней говорится, очень много проводится обучений, и каждый раз, наверное, каждый из нас ждет вот какое-то чудо, да, скажите мне волшебное слово, дайте мне волшебную таблетку, чтобы цель, которую я поставила, я моментально достиг, но вы знаете, вы каждый раз будете в этом копаться, в этом разбираться, это классно, здорово. Следующий слайд. И поэтому это очень-очень важно. Итак, следующий слайд. Итак, цель. Самое главное, чтобы мы с вами немножечко разобрались, вот понятия, чтобы мы их немножко не путали, потому что нюхать розовый куст это желание, а посадить куст розовый, вот это цель. Потому что цель всегда должна быть связана с действием. и наша задача из G сделать C, найти именно до C. Итак, наш с вами вопрос, следующий слайд. Что является отправным пунктом всех перемен и достижений? с чего? Жду ваших ответов. Да, вот что является, как вы думаете, с чего все начинается? Вот этот вопрос, он такой начальный, все-таки, с чего он начинается, что является отправным пунктом, да, для достижения наших с вами перемен. с чего? Итак, с чего? Я жду ваших ответов. Спасибо. Хорошо. Вот уже начали поступать мечты, решения, мысль, аплодор, мечта, действия. Так интересно. Наши желания. Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Спасибо. Итак, все начинается у нас с вами с желанием. Это является отправной точкой, потому что желание – это мощный стимул, и оно должно быть обязательно личным, оно должно быть обязательно сильным. И вот очень часто мы говорим о том, что даже желание или нужда. Вы знаете, почему говорю нужда? Потому что очень часто, слушая выступления разных лидеров, и их истории успеха, начинаешь понимать, что человек сделал что-то очень часто, очень быстро, без каких-то задумок и могу, не могу и так далее, в тех условиях, когда жизнь выгнала в угол. Конечно, такие ситуации очень часто случаются. С одной стороны, это классно, здорово, это помогает, с другой стороны, лучше, конечно, было бы без жесткого угла, и поэтому, но выходить из зоны комфорта очень сложно. Конечно, зона комфорта это не то место, где все хорошо и замечательно, но тем не менее, это то место, где все понятно, где все привычно. Пусть не так, как хотелось бы, но все-таки меня напрягает. Поэтому желание правит миром, как сказал Наполеон, и сейчас, вы знаете, сейчас в моей структуре принято, чтобы человек писал 100 своих желаний. У меня сейчас к вам вопрос. Кто, напишите, пожалуйста, кто не писал 100 своих желаний. Итак, 100 желаний, это очень хороший такой некий инструмент, с этим списком очень хорошо и здорово можно поработать в дальнейшем. Итак, 100 желаний. Это вы сначала пишете 100 желаний, потом вы из них выбираете 50 наиболее важных, потом выбираете 25. Итак, доходите до 5 наиболее важных и необходимых именно вам. Писали, писали, хорошо. Вот я спросила, кто не писал все-таки в первую очередь. А, вот я пишу, которые не писали, да, не писали. Классно, здорово, замечательно. Итак, это вам первое домашнее задание написать 100 желаний, потом домашнее задание повторю. Обязательно напишите, это обязательно сделайте. Вы знаете, второй момент, как поработать с этим, 100 ваших желаний, мало того, что вы выберете самые необходимые, самые важные, и еще можете со 100 желаниями рядышком посчитать, сколько стоит общая сумма, составить вот эту общую сумму, сколько стоят все ваши 100 желаний. А это вам очень классно может помочь, помочь для того, чтобы определиться и понять, на какой карьерной лестнице, на ступеньке какой карьерной лестнице вы должны находиться, чтобы вы смогли осуществить все ваши 100 желаний. Итак, пишите ваши 100 желаний, даже если вы их когда-нибудь писали, то в любом случае никогда не поздно, если вы еще и еще это сделаете. Знаете, очень интересно, если вы будете эти желания писать всей семьей, классно, здорово, если ваши желания совпадут с желаниями вашего мужа, очень интересно наблюдать, как это делается, как это сделают дети. И так, это тоже вам в копилку вашего понимания, ваших знаний и большей осознанности. Следующее, что нам с вами необходимо для того, чтобы ставить и достигать наши цели, это вера. Следующий слайд. Вера – это один из важнейших элементов в достижении цели. Но, вы знаете, так устроен человек, что верит он, всегда с оглядкой в прошлое. Надо создавать себе историю собственного доверия, собирать достижения. В этом может вам помочь каталог достижений. Он может являться отличным помощником в достижении цели. Он вам лично всегда будет доказывать, что вы, именно вы можете, примерами ваших личных достижений. Вы знаете, меня всегда вдохновляли каталоги достижений моих консультантов. Вы знаете, такое воодушевление, такой взрыв эмоций всегда испытываю, потому что насколько лучше узнаешь своих людей, насколько лучше люди начинают понимать, что это такое, вот это классно, вообще здорово. И поэтому каталог достижений это ваш инструмент, который вам будет обязательно помогать. Вы узнаете таланты людей и их ресурсы. То есть это тоже вашу копилку, каталог достижений. Вы знаете, оформление может быть творческим, то есть вы можете сделать конкурсы, как я когда-то всегда это делала, по каталогу достижений, просто чисто по оформлению. Вы знаете, такие творческие вещи люди делают, очень классно, здорово. Итак, в копилку для достижений следующий слайд у нас. Так, знаете, вот в копилку достижений я сейчас еще раз хочу вспомнить о том, что буквально недавно выступала Светлана Гелла, со своей темой теории поколений, я тоже считаю, что это очень классная помощь, поддержка именно в копилку, потому что чем лучше мы понимаем людей, чем лучше мы ориентированы, что им подойдет, что будет интересно, то это всегда нам с вами будет помогать и общаться и ставить цели для наших людей. и так каталог достижений это тоже в общем знаете, классно, здорово, если вы его сделаете именно с детства, своих первых шагов, с фотографиями, с подтверждениями, с дипломами, с медалями, все, что у вас осталось. И это, знаете, даже это может быть вашим неким наследием для следующих поколений и будет гордостью для ваших детей, для ваших внуков и еще кого-то там, для родных и близких. Итак, ставить цель нужно постепенно увеличивая, в общем, не сразу, да, а постепенно увеличивая, учитывая, сколько вы имеете максимально на данный момент. Да, надо обязательно учитывать, сколько вы имели до этого. Например, если ваш доход до этого составлял 20 тысяч рублей, то мы можем с вами увеличить, да, на 50%, то следующей целью может быть стоять только 30 тысяч. Почему? Потому что подсознание это примет и не будет сопротивляться. Поэтому лучше цель разбивать на этапы, я очень люблю такую фразу, потому что из слона можно съесть, если есть по кусочкам. и, как говорит мой любимый бизнес-тренер Екатерина Салье, маленькими шагами. То есть все нужно стараться делать маленькими шагами и не делать резких движений и больших скачков. И так цель должна быть правдоподобной, реалистичной и непростой, потому что естественно, чтобы было к чему стремиться. И как вчера говорил Максимчук, тогда Вера уже будет в этом случае. Итак, мне хотелось бы сейчас вам привести пример с Верой, это была очень интересная ситуация в моей структуре. Как-то один год компания объявила акцию тем лидерам, которые выполнят условия, была возможность поехать на золотую конференцию. И мои лидеры старались, и многие из них выполнили условия. И буквально незадолго перед самой золотой поездкой на золотую конференцию их обзванивали. Обзванивали и задавали один единственный вопрос. Есть ли у вас загран паспорт? И вы знаете, это наверное самый большой шок, который я испытала, потому что ни один из трех человек, у которых выполнили условия, ни у одного из них не было загран паспорта. И сделать в тот момент уже ничего было нельзя, потому что за один день, даже по великому глату, даже за деньги тогда загран паспорта не делали. Вот такой может быть казус. Я думаю, вы понимаете, мое состояние, этих людей, у меня просто была истерика, но вот что значит вера, что значит до конца верить, и конечно не сомневаться, поэтому если уж мы делаем, да, то конечно все предварительно мы должны для этого сделать. Ну что ж, это все-таки был достаточно большой опыт. И следующий слайд, конечно, цели нужно обязательно, да, познание себя бесконечно, и вот все те в копилку, что сейчас я проговаривала, это всегда будет вам помогать, и вы всегда вот эти моменты не забывайте. Итак, следующий слайд, цели, конечно, нужно записывать. Итак, потому что если они у нас с вами не прописаны, то цели это просто, это не цели, а это просто желание. Вы знаете, на эту тему у меня тоже огромное количество примеров из моей структуры, два ярких таких момента, один консультант в моей структуре очень хотела, чтобы у нее была машина, и она не ставила перед собой задачу ее купить, хотя мы сначала предварительно немножко надсмехались над этим, но и сложилось, в принципе, сложилось так, как она хотела. Ей подарили машину. Но, знаете, есть нюанс. Когда мы потом обсуждали, оговаривали, оказывается, она не прописала в подробностях, да, и получилось, что она получила машину не той марки, которой бы не хотелось, у нее были проблемы с тех осмотром, какие-то запчасти нужно было менять, и так далее. То есть, эта машина не принесла той радости и того удовольствия, которые бы, в общем-то, могли. И следующий пример, опять же, из моей структуры. Следующий мой лидер хотел себе купить машину, но она подошла к этому тщательно, она все очень подробно прописала, какая, что должно быть купить ее по очень выгодной цене. И у нее был такой, знаете, пункт, что она хотела бы купить машину, то, чтобы нужно было бы, что, прошу прощения, то есть, она хотела купить машину обязательно у успешной женщины. Вот такой был пункт. Вы знаете, самое интересное, что все сложилось именно так, как она запланировала. И именно такая покупка у нее состоялась. Так, это очень важно, поэтому все обязательно нужно прописывать. Следующий слайд. Это полный список преимуществ. Знаете, очень важный момент, я сейчас этому уделяю большое внимание, то есть, тот список, который вы получите, да, это обязательное условие в моей структуре сейчас, потому что мы прописываем, просчитываем, проговариваем. И вы знаете, это очень важно. Чем больше вы пропишете, тем больше будет стимул, тем больше будет энергии для достижения. То есть, здесь могут быть пункты, не только те денежные измерения, не только те подарки, которые человек получит при достижении этой цели. Это и те моменты удовлетворения, тех эмоций, те ощущения с вашего окружения, чем, что вами будут гордиться, что, насколько изменится в ваши отношения. Вот это очень обязательная вещь. Итак, следующий пункт у нас с вами, следующий слайд, анализ сегодняшней ситуации. Не в прямом смысле, но тем не менее, опять, это, знаете, хочу повторить, что это опять же любимая фраза Екатерины Салье, что иллюзии разрушают нашу жизнь. Если мы с вами можем понимать, как обстоят дела, что, где мы находимся, что мы имеем, какой опыт у нас уже с вами есть, какие ошибки мы уже допускали, с какими проблемами мы сталкивались, в общем, какие у нас с вами есть ресурсы, какие у нас с вами способности, конечно, это нам будет только с вами мешать. Поэтому вот анализ сегодняшней ситуации это обязательная вещь, и обязательно нам в этом будет помогать. Следующий пункт у нас с вами крайний срок цели. Следующий. Итак, обязательно должен быть, чтобы измерить, и чтобы всегда у нас была возможность измерять, анализировать, и поэтому цели лучше иметь гибкие, интервальные, и вот чтобы мы планировали с вами, а интервалы сами для себя определить, недели, две недели, или это целые каталоги, то есть вот эти крайние сроки мы обязательно для себя должны обозначать. Следующий наш пункт, мы обязательно должны с вами определить препятствия. мы всегда должны понимать, что барьеры на нашем пути это реально, это нормально, это будет обязательно, а вот что нам будет мешать, нам всегда надо обязательно с вами разобраться. Следующий слайд. Я выделила, конечно, барьеров на нашем пути может быть огромное количество, знаете, в свое время я когда-то прописывала на начальной стадии, когда делала бизнес, и у меня прям отдельно был барьер на моем пути, и в принципе этот список до сих пор актуален, вы можете составить этот список свой, это могут быть отсутствие знаний, это может быть здоровье, это может быть отсутствие неприятия нового, это неумение слушать, это боязнь страха, ошибок, отсутствие самодисциплины, то есть вот как вы составите этот список, но вот я для себя еще помимо этого списка, который вы можете сделать свой, я еще выделила три пункта, что нам может с вами мешать, первое это лень, второе это страх и третье это убеждение, ну по поводу лени, я думаю немножечко понятно, потому что когда мы знаем зачем и что, немножко проще и легче справиться с этим пунктом, а вот со страхом следующий момент, что страх это диагноз все лечится он через обострение и преодоление, поэтому очень важно когда мы ставим перед собой цель задавать очень важный и основной вопрос, вопрос ради чего, итак, если нет понимания почему, зачем, то велик риск сдаться, да, нет ответов на эти вопросы, значит в общем-то не до конца и не четко определены цели, если есть цель а результата нет, в этом случае нужно ориентироваться на то, где же у нас с вами перепоз, есть результат, нет, результата нет, значит цели, потому что цели должны быть четко связаны с ценностями, знаете, уже на одном из вебинаров выступала Ольга Кирилльчук и она как раз проговаривала по ценностям, что это действительно очень-очень важно и поэтому я предлагаю вам определить три ваши самые большие ценности и ориентироваться на них и тогда если вы будете ценности ориентировать ваши цели ориентировать на ценности вам будет более понятно и это будет более четко и конкретно а теперь у меня к вам вопрос скажите пожалуйста какие ценности у нашей компании итак какие ценности у нашей компании это то что мы с вами конечно должны знать да но тем не менее наверное очень редко сейчас это мы проговариваем а это очень-очень важный момент да хорошо итак какие же ценности нашей компании я жду ваших ответов пожалуйста ценности нашей компании спасибо спасибо классно здорово здорово спасибо действительно это единство дух и страсть обязательно напомните себе не забывайте об этом потому что если у нас с вами наши ценности перекликаются с ценностями компании значит мы действительно попали туда где должны быть и это нам точно также должно очень хорошо помогать итак следующий нашим пунктом является спасибо за ответы следующий пункт это убеждение убеждение значит убеждение это наша тюрьма я бы так назвала в которой мы с вами живем это степень нашей свободы и они определяют как мы с вами действительно будем жить задача научиться правильно думать и правильно мыслить да и любые убеждения должны стать частью нашей личности и помогать а не мешать нам конечно с этим вопросом точно так же можно бороться вот смотрите убеждения у нас с вами закладываются в процессе жизни это может идти из детства это идет от нашего окружения чьи-то брошенные фразы но вы все прекрасно помните например для многих из вас это знакомо когда многим родителям наверное говорили что нежели богатое нечего начинать и так далее вот это наше убеждение которые нам не помогают а только мешают и это то с чем нам с вами обязательно нужно работать поэтому вот эти убеждения нужно нам с вами исправлять и так как с этим работать берем негативные убеждения и просто переформулируем их в позитивном ключе и как любую привычку мы с этим работаем в течение 21 дня мы просто проговариваем и проговариваем это примеров это может быть разные мы сами своем вот смотрите мы сами создаем свои невидимые грани вот Александр вчера как раз привел очень интересный тест с девяти точками я как раз тоже хотела этот тест привести спасибо ему он уже это сделал и так вот это очень важно выходить за рамки за рамки за границы которые мы сами для себя определили и так убеждения управляют нашим поведением и вам нужно для себя выбрать какие убеждения вам мешают и с которыми с какими убеждениями вы будете работать и какие убеждения будете исправлять ну и в качестве примера если например вам важно поработать с убеждениями по поводу продаж таким знаете лозунгом продавать это круто следующие например это тоже любимый лозунг Екатерины Салье бизнеса без продаж не бывает ну предположим еще MLM это легко и так наша задача с вами то что нам помогает развивать а то что нам мешает конечно стараться от всего этого избавиться и у нас с вами следующий слайд и так что нам с вами будет помогать это высокий уровень коммуникаций это то с чем понимаете мы будем нарабатывать набираться опыта то что у многих это есть а кому-то это нужно наработать но тем не менее это важный момент второе владение технологиями то есть понимание как и что делать и третий пункт это способность управлять эмоциями это выделила я такие моменты мне кажется это очень важным вот вы знаете когда я начинала сталкиваться с очень эмоциональными лидерами которые очень активные энергичные честно говоря у меня возникал на начальном этапе даже некий такой комплекс у меня возникала мысль я так никогда не смогу вы знаете и это мне естественно не помогало меня это напрягало но слава богу что нашей компании огромное количество разных примеров и достигают результаты разные лидеры не только очень эмоциональные такие вот очень сильно яркие есть более спокойные более уравновешенные и это очень хорошо такие примеры есть и вы знаете ну вот как раз тоже на одном из вебинаров Ирина Синкевич говорила про выгорание лидера и вот мое мнение таково что этому подвержены очень эмоциональные лидеры очень эмоциональные люди но вот если мы с вами будем уметь управлять своими эмоциями стараться быть ровными спокойными уравновешенными то конечно нам это всегда будет помогать итак следующий пункт это наше с вами окружение окружение это то кто находится рядом с нами это эти люди друзья знакомые и так далее это те которые сейчас есть это то что будет меняться и это то с чем нам мы соприкасаемся и то что нам может помогать и поэтому наша задача чтобы наше окружение нам помогало и мы чем могли помогали и помощь которую они могут нам оказать для достижения цели а вот есть такой закон возврата что посеешь то пожнешь и чем больше мы с вами посеем посеем доброго хорошего тем больше мы будем с вами собирать урожай в будущем следующий закон закон компенсации у каждого действия у каждого действия получает равный каждое действие получает равный по силе отклик поэтому задумываться чем мы можем помочь другим чем мы их можем поддержать это очень важный момент следующий закон закон услуги давай получаешь и поэтому что мы можем дать другим что чем мы можем быть полезны другим чем мы можем вознаградить их за их действия что привнести в их жизнь вы знаете секрет успеха давать больше чем заплатят и делать более тщательным и как написано в библии давать большее блаженство чем брать следующий пункт собрать детали это тоже очень важный пункт потому что наша задача составить план тщательно его расставить пункты в этом плане в порядке приоритетности важности временных рамок и так далее и поэтому обязательно это нужно прописать расписать продумать тщательно и это очень важный момент и чем больше мы в этом будем разбираться тем больше нам это будет помогать конечно в достижении наших с вами целей очень важный интересный был пример когда-то выступала Наталья Игель есть такой яркий лидер эмоциональный яркий лидер которая рассказывая свою историю говорила о том что когда она пришла в компанию ее целью ее мечтой было отвезти собственного сына в Гесниленд и прошел период времени она достигла звания золотого директора и кто-то из ее окружения спросил ну что ты свозила собственного судна сына в Диснейленд знаете было интересно что она сказала нет еще не свозила а почему ну как я еще наверное не в состоянии это сделать тогда задали очень простой вопрос а сколько это стоит интересно было то что до сих пор то есть она не продумывала не узнала не разобралась сколько это стоит когда она все очень подробно узнала и поняла то естественно поняла что вот эту цель она могла бы усуществить давным-давно поэтому хорошо бы чтобы мы с вами не делали таких ошибок и делали это очень правильно потому что вы знаете вот сейчас мне очень приятно что у меня в структуре конечно очень много интересных примеров и есть тоже очень яркий интересный пример когда один из лидеров собралась в поездку и она мечтала о поездке в Париж и про эту поездку знаете она подошла к этому очень тщательно и продумана она поняла разобралась сколько это стоит какие варианты как можно это сделать и так далее то есть очень тщательный был подход и благодаря всему этому эту мечту свою она осуществила то есть вот она собрала все эти маленькие детальки пазлики да собрала вот это общее и это действительно помогло ей для осуществления цели и так следующий момент у нас с вами это четкая яркая картинка это четкая яркая картинка уже достигнутого конечно очень важно чтобы мы с вами представили в своем сознании нарисовали просмотрели мысленно чем больше ярких деталей да конечно это лучше делать это всегда наедине с собой да постараться постараться вкусить вот те моменты которые вы можете испытать да вот эта картинка должна всегда стоять перед вами это представление вам точно так же всегда будет помогать ну и конечно не только яркая картинка все что вам может помогать в достижении вашей цели знаете у меня примеры есть разные одна из моих лидеров для прежде чем закрыть звание золотого директора спасибо прежде чем закрыть звание золотого директора она себе на мобильный телефон написала такой знаете призыв доброе утро золотой директор вот это ее мотивировало это помогло одна из лидеров когда ехала в машине она проговаривала кричала пела о своей цели это тоже в общем-то действительно очень сильно сподвигло и помогло я в свое время когда ставила себе цели очень любила свои цели прописывать и прописывала эти цели на зеркале это было как-то для меня очень ярко и мне это очень сильно помогало прописывала на зеркале будной помадой со мной очень долго боролась моя мамочка она пыталась стирать мои цели но тем не менее мне хватало терпения я еще раз я еще раз писала если вы боитесь что кто-то будет смеяться над этим кто-то вас не поймет вы можете сделать так знаете как маячок как узнавательные знаки так чтобы никто ничего не понял я бы рэд рэд и так далее но чтобы это было для вас вот этот маячок чтобы вы это видели чтобы это тоже вам обязательно помогало и следующий у нас с вами слайд нам обязательно нужно подкрепить все упорство потому что никогда нельзя сдаваться обязательно пообещайте себе потому что все может быть на пути потому что мы с вами уже разбирали о том что могут быть барьеры мы это все реально должны понимать и мы должны понимать что даже если упадешь ничего страшного главное не сколько раз вы упали а сколько раз вы поднялись и так упорство обязательно должно быть самодисциплина это степень вашего упорства а упорство это мера веры в себя и вы знаете вот тут мне приходит очень интересный анекдот я его очень любила всегда значит анекдот такой молится человек в церкви стоит на коленях и говорит господи дай мне возможность выиграть лотерейный билет молится день молится два и в общем постоит никаких результатов на второй день не выдерживает еще один с ним мужчина падает рядом с ним на колени и говорит господи да дай ты ему выиграть в этот лотерейный билет голос светлый я бы рад пусть он хоть билетик купит итак обязательно мы с вами действительно упорство оно должно быть к месту и к делу поэтому это очень очень важный у нас с вами момент и сейчас мы быстренько с вами пробежимся что действительно так у меня сейчас сначала предложение давайте я предложу вам выполнить одно маленькое упражнение я думаю что у каждого из раз в руках есть ручки и я вам предлагаю попробуйте уронить ручку и напишите мне пожалуйста сразу же в чат что у вас из этого получилось итак попробуйте уронить ручку итак что из этого может получиться если мы с вами попробовали вот тут у нас интересно пишут про взлеты и падения правильно сто раз упал сто один раз поднялся спасибо 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 вот вы знаете как интересно вот уже пошел вопрос зачем большое спасибо те кто написал кто сделал знаете те кто делают вот это классно здорово потому что вы молодцы у вас обязательно будет в жизни все получаться а когда мы с вами сопротивляемся и задаем вопросы а зачем а нужно ли и так далее ну что ж это то что нас с вами будет тормозить и так вы молодцы вы правильно сделали потому что действительно попробовать нельзя можно либо сделать либо не сделать и так следующий у нас с вами важный момент что же нам с вами будет помогать что же нас с вами будет мотивировать и добавлять нам энергии следующий слайд у нас с вами итак как мы будем с этим справляться первое создавайте видение своей жизни знаете у меня к вам следующее такое домашнее задание в преддверии нового года я думаю что это очень классно здорово и значимо напишите сочинение для себя лично моя идеальная жизнь чем подробнее вы это распишите тем более яркие картинки вы нарисуете вот именно идеальная жизнь не то какая ничуть лучше чем сейчас а идеальная то чтобы вам доставляло огромное удовольствие восторг эмоции напишите это для себя и вы можете это даже вставить в рамочку чтобы вы это видели чтобы вы всегда на это ориентировались чтобы это точно так же вам помогало в ваших достижениях вас ориентировало на что-то большое огромное масштабное и так что вас будет окружать кто будет рядом с вами какие будете вы какие ваши цели будут осуществлены что вы испытывать будете кто будет радоваться за вас и какие будут эмоции следующий момент это визуализируйте свое будущее конечно делайте это наедине вот все что вам может помогать это может быть какая-то музыка закройте глаза представьте себе создайте вот этот некий образ и обязательно создайте каталог вашей мечты это тоже огромная помощь и поддержка следующий ма-пункт учиться учиться и учиться знаете я всегда гордилась своей структурой потому что она очень обучаемая и всегда откликались на все обучения и для я думаю что каждый ощутил на себе те кто не останавливался те кто постоянно это делал это только помогает достижение целей и каждый из этих людей может сказать насколько он меняется насколько он растет с каждым обучением с каждым новым шагом своей жизни поэтому новообучение вам может помочь это и литература и тренинги то что конечно в первую очередь те тренинги которые рекомендуют вам ваши спонсоры да и обязательно это нужно обсуждать это обязательно нужно слушать продумывать испытывайте на себе все что может вас приблизить к этой цели к вашей цели знакомьтесь с историей неуспеха смотрите фильмы которые могут заставить вас думать вы знаете вот в качестве примера пишите пожалуйста кто из вас смотрел нет наверное кто из вас не смотрел фильм Орест Гамп итак кто из вас не смотрел фильм конечно я рекомендую не только этот фильм их огромный список но я считаю что этот фильм это некая классика сетевой индустрии и вы знаете когда-то очень давно первый раз я смотрела просто так но когда я смотрела уже внимательно именно под этим ракурсом действительно то у меня очень сильно изменилось взгляды отношений я была поражена сколько мыслей сколько классных идей вещей которые заставляют задуматься поэтому я вам очень сильно рекомендую обязательно посмотрите этот фильм вы почерпнете для себя огромное количество идей конечно это еще и фильм секрет это конечно и фильм последний отпуск и в общем список к этому очень огромный да на БКК многие смотрели кто был Катериной Салье значит знаете у нас вообще в структуре очень интересная есть такое традиционное каждый год у нас в структуре летом проходит тур слеты и у нас принято что в первый день заезду на тур слет мы обязательно вечером смотрим какой-нибудь фильм мы очень долго смотрели фильм секрет который потом задумывались обсуждали анализировали потом смотрели другие фильмы там каждый год мы просматриваем какой-то фильм и это очень классно здорово поэтому нам это очень помогает еще у меня как в структуре был такой опыт когда мы делали совместный выход в кинотеатр это был фильм именно фильм а не мультфильм Алиса в стране чудес фильм шоу в 3D мало того что мы получили огромное удовольствие с кучей эмоций и при этом очень много всего вынесли после этого фильма знаете очень интересно было потом анализировать потому что мы все были на одном фильме а услышали абсолютно все разное это знаете как некий тренинг вот для меня это было классно здорово потому что это опять же было копилку моего понимания что для важности каждых моих людей что ценного они услышали что они услышали да и вот эти вещи понимаете они очень точно так же здорово могут нам с вами помогать и так ну а потом конечно еще у нас значит с вами вот все что нам с вами может помогать это и позитивные фразы да все что наш с вами может поддерживать классно здорово и вы знаете когда выступал Антон Долженко значит мне понравилось очень понравилось его фраза что обучение не имеет конечной цели что это процесс я тоже считаю и вы знаете вот я очень хорошо поддерживаю Антона в том плане что меня честно говоря тоже выбивает когда мне вдруг человек говорит что он все знает вот у меня наступает стопор и я даже не знаю честно говоря что можно ответить в этом случае и так поэтому это процесс которому должны мы с вами постоянно которым мы должны постоянно заниматься и заниматься и так еще следующий пункт я думаю что у нас совсем немножечко осталось поддерживайте порядок и чистоту что нам с вами может помогать добавлять энергию ваш внешний вид имидж аромат который называется макияж это все действительно вам будет помогать потому что ну любая женщина прекрасно знает что если она хорошо выглядит она чувствует себя более уверенно и конечно это классно здорово хорошо чистота не только конечно чистота дома чистота вот в сутболе потому что это лицо нашей компании это очень очень важно и если у нас с вами беспорядок то это беспорядок не только вокруг нас это конечно хаос и беспорядок в нашей голове поэтому упорядочить свою жизнь мы упорядочив свою жизнь мы найдем новую энергию для достижения наших целей следующий пункт это правильно питайтесь вот знаете не случайно сейчас это стало такой вот знаете модный лозунг да слоган правильно питайтесь я думаю что вы с этим совсем согласны потому что если мы с вами будем правильно питаться значит мы будем здоровыми и конечно если мы будем здоровы значит у нас всегда будет как можно больше позитивной энергии да нас ничего не будет так и сильно напрягать но тем более нам с вами в этом классно повезло потому что у нас есть замечательные продукты продукты воноса они нам только энергию и дают и так следующий пункт последние перемены к лучшему вы знаете в детстве мы с вами я думаю что вы согласитесь и может быть кто-то помнит что все мечтали все хотели но в процессе жизни в текучке каких-то проблем и всего остального мы становимся вы знаете как выключены батареями и тогда новый ремонт новая квартира машина о которых мы с вами мечтали уже не вызывает тех эмоций той энергии вы знаете это такой знак свыше значит наступило время время перемен и вот какие могут быть варианты для того что немножко себя взбудоражить сдвинуть с мертвой точки просмотрите вы знаете вот ну наверное это актуально кто-то уже с этим сталкивался и может быть с этим работаем значит просмотрите свой гардероб уберите то что вы давно не носите то что вам мешает освободите дайте возможности новой энергии впустите ее вы знаете у нас дома с этим очень хорошо справляется дочь она очень беспощадно расправляется со всем что действительно из дела для этого конечно существует огромное количество благотворительных фондов организаций и просто в общем-то рядом много людей которые нуждаются просмотрите ваши фотографии те что вам не нравятся удалите из ваших альбомов или те фотографии которые после которых у вас неприятные воспоминания совершите перестановку дома смените шторы поменяйте коврик в ванной у двери купите себе новую кружку сделайте сделайте что-нибудь смените имидж выкрасите волосы ну я думаю женщины очень хорошо с этим справляются и знают и так сделайте что-нибудь как говорит и любит говорить Екатерина Салье хоть что-нибудь сделайте пусть это будет неправильно пусть это будет мало но хоть что-нибудь в любом случае какие-нибудь шаги и тогда ваша энергетика начнет двигаться вслед за вашими переменами и так следующий у нас с вами слайд сразу же хочу вам напомнить о домашнем задании вы знаете классно здорово если вы возьмете себя и обязательно это сделаете написать что желание напишите каталог ваших достижений с вашими подтверждениями напишите сочинение моя идеальная жизнь я думаю что вы согласитесь что это вам очень здорово будет помогать в достижении ваших целей вашего настроя следующий у нас с вами слайд итак успеть успех значит успеть так написано на лондонской фондовой бирже самая большая трагедия это трагедия трагедия нереализованности вот знаете у нас с вами здорово что мы уже знаем как и еще можем это сделать потому что есть единственный ресурс который не восполняется это время вот пока мы с вами можем мы обязательно должны действовать ставьте перед собой сумасшедшие цели только они могут заставить вас по-новому взглянуть на мир то что кажется недостижимым сейчас это всего лишь поток сегодня всего лишь потолок вашего сегодняшнего уровня когда вы подниметесь выше то этот потолок станет полом под вашими ногами я вам желаю души чтобы ваши цели они были правильными чтобы вы все что ставите обязательно достигали все что вам может помочь помогайте слушайте учитесь будьте успешными потому что вы все слышали что вокруг нас огромное количество всего всего что только мы можем иметь изобилия вокруг достаточно не отказывайтесь от этого будьте успешными всего вам доброго и с наступающим вас новым годом есть смысл подвести итоги и поставить наконец-то новые цели новые задачи на следующий год и тогда он будет более результативным и эффективным всего вам доброго и большое спасибо Александру за эту возможность выступить сегодня это было неожиданно для меня и очень приятно спасибо всем огромное спасибо за ваши отклики за ваши благодарности будьте счастливы итак давайте поблагодарим Светлану Калиеву за эти секреты за эти секреты по тому как ставить как вообще подходить к постановке цели и достигать ее в результате и Светлана огромная благодарность от меня от участников чат буквально вот пестрит большим количеством благодарностей по тем каким-то фишечкам которые сегодня вы раскрыли давайте подведем опять же итоги традиционно напишите какие-то ну нет смысла сейчас вот перечислять все все пункты которые так четко дала Светлана есть смысл для себя отметить какие-то главные мысли главные инсайты как принято говорить открытия которые произошли у вас сегодня благодаря выступлению которое вы только-только-только сейчас слушали потому что с вами делились самыми ценными самыми сокровенными фишечками скажем методиками взятыми и опробованными на практике много-много-много-много-много раз что позволяло и позволяет расти по лестнице успеха потому что хочу вам напомнить что только что вы слушали бриллиантового директора топ-лидера компании Арифлейм Россия Светлану Калиеву итак на этом наш сегодняшний девятый день онлайн-форума подошел к концу у нас была очень насыщенная сегодня программа несмотря на различные технические недоразумения и так далее но тем не менее сегодня было круто вот сегодня было круто согласитесь да завтра мы с вами продолжаем у нас еще предстоит услышать два спикера двух лидеров это у нас что четвертое число у нас пятница да пятница и уже мы плавненько подходим к концу но при этом впереди еще очень 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 много чего интересного итак всем спасибо за активное участие всем хорошего вечера хорошего хорошего отдыха набирайте сил чтобы завтра снова мы с вами встретились всем счастливым всем пока субтитры итак Продолжение следует...